Меня зовут Закиров Северлот Вадимович, я учусь в ведущем аграрном вузе страны, Уральском государственном аграрном университете, имеющем высокие достижения в области образования и воспитания. Благодаря проекту «Мой университет. Моя история» в вузе ведется большая работа по обобщению исторического опыта Уральского государственного аграрного университета, воспитанию патриотизм. Тема моего исследования – настольная игра «Мой университет» как средство формирования патриотического сознания молодежи. Цель проекта – раскрытие потенциала настольной игры по истории Ургаума и университет как средство формирования патриотического сознания молодежи. Воспитательная работа на базе музея истории Ургаума многогранна. У нас проводятся квесты, викторины, встречи с интересными людьми, флешмоб. В период пандемии сотрудники музея разработали стратегию деятельности музея в дистанционном режиме. Однако, несмотря на высокий уровень компьютеризации, появление виртуальной формы воспитательной работы в музее истории онлайн-коммуникация никогда не заменит живого общения. В арсенале формы работы музея истории Ургаума с посетителями на данный момент отсутствуют настольные игры по истории нашего вуза. Мониторинг деятельности музеев истории учебных заведений показал, что настольные игры не так популярны музейных работников и преподавателей, тем самым недооценен их воспитательный потенциал, роль формирования патриотического сознания студенчества. Поэтому я решил разработать настольную игру по истории университета, в которую можно было бы играть на занятиях по истории, в музее, в кураторских часах, в процессе профориентационной работы. Предмет моего исследования – это формирование патриотического сознания средствами настольной игры в моем университете. Ожидаемый результат. Активизация интересов студентов и сотрудников вуза к изучению истории университета, повышение внимания к проблемам сохранения истории Ургаума. Гипотеза. Настольная игра по истории вуза имеет большой потенциал в образовательном и воспитательном процессе и может стать эффективным инструментом патриотического воспитания студентов. Практическая значимость. Игру можно использовать в качестве дидактического материала для изучения истории Уральского ГАУ и Екатеринбурга, в профориентационной работе, а также в формате досуга. Я считаю, что патриотическое воспитание студенчества целесообразно начинает с воспитания корпоративного патриотизма. Прививая любовь к своей специальности, профессии, университета, мы воспитываем патриотов своей родины. Поэтому определяющим элементом исследования при подготовке настольной игры «Мой университет» было стремление раскрыть историю университета через призму биографии, судеб и действий людей, имевших к нему самое непосредственное отношение. Настольная игра «Мой университет» — это интеллектуальная игра, которая позволяет закрепить полученные ранее знания в ходе экскурсий, викторий или получить новые. В процессе игры активизируется интерес к изучению историю университета и Екатеринбурга, развиваются коммуникативные способности, внимание, мышление, умение сравнивать, сопоставлять. Цель игры — формирование патриотического и личностного отношения к родному вузу, воспитание интереса к истории урга в Екатеринбурге, активизация учебно-познавательной деятельности студентов. Проанализировав интернет-источники, я не нашел ни одного упоминания о настольных играх по истории вузов. Далее я изучал аналоги, сопутствующую информацию, литературу. Затем приступил к проработке механики игры. Для создания игры я использовал исследования по истории города и университета, проведенные мной и моими однокурсниками. Комплект карточек. 25 пар — это 50 карточек. Каждой паре присвоен свой номер. Размер карточек 9,5х6,5 см. Рубашка карточек выполнена в сером цвете с изображением логотипа ургау и названием самой игры. Вот карточки, представленные на слайде. Игра предусматривает формирование и уточнение знаний по следующим разделам. Достопримечательности Вознесенской горки, архитектура ургау, лица университета, летопись университета, музейный экспонат. Правила игры. В каждой категории по 5 карточек. Можно играть сразу всеми карточками или выбрать только одну, две, три или четыре категории. Существует несколько вариантов игры. Самый простой — найди пару. Для развития памяти, внимания и расширения кругозора. Перемешать карточки и расположить их в случайном порядке рубашкой вверх. Главное, чтобы карточки не перекрывали друг друга. Каждый игрок может открывать любые две карточки за один ход. Открывать надо так, чтобы изображение было видно всем участникам игры. Если при открытии образовалась пара, изображение и описание совпадают, то игрок забирает себе обе карточки и делает следующий ход. Если на перевернутых карточках изображение и описание не совпали, то игрок кладет открытые карточки на их прежнее место лицевой стороной вверх так, чтобы все участники игры могли на них посмотреть и запомнить их расположение. После этого открытые карточки переворачивают рубашкой вверх, и ход переходит к следующему игропу. Выигрывает тот, кто набирает больше всего парных карточек за игру. Таким образом, привлекая студентов к изучению истории университета через настольную игру, мы способствуем увековечиванию памяти людей, внесших свой вклад в историю Уральского ГАУ. Спасибо за внимание.